Ну вот мы наконец-то приступили к тому, чтобы прокачивать наш коин-лист. Я покажу вам, как прокачивать карму для того, чтобы иметь приоритет в очереди при токен-сейлах. Здесь, как вы видите на вашей главной странице, когда вы ходите, у вас описывается... Ну, справа есть карма, и здесь есть описание, можно перевести. Карма — это система начисления баллов в коин-лист, которая приносит вам вознаграждение за добрые дела для криптовалют. Если почитаете дальше, то, по крайней мере, раньше это давало приоритет на участие в токен-сейлах. Вот видите, который приносит вам вознаграждение, в том числе потенциальный доступ к приоритетной очереди. Для продажи токенов. Это очень важно, поэтому сейчас, насколько я слышал, это порядка двух тысяч единиц нужно набрать на карме. Сейчас я вам покажу пошагово, как нам прокачивать карму, при помощи каких инструментов. Для того, чтобы начать это делать, нам нужны сначала средства. В одном из роликов, где я участвовал в токен-сейле, там аккаунт с нулевым балансом. Я уже говорил про то, что бывали случаи, когда люди с нулевым балансом, с нулевой кармой проходили очередь и получали возможность покупать токены. Но это, видимо, очень редкие случаи, потому что, да, здесь эффект лотереи, но, тем не менее, вероятность гораздо ниже, как я понимаю. Поэтому нам нужно стремиться все-таки набирать вот эти кармические баллы. Итак, что нам нужно для того, чтобы набирать, чтобы увеличить эту возможность? Значит, начинаем с панели, с общей. Переходим в кошелек. Нам нужно пополнить сначала средствами. Какими средствами выгоднее всего – это ALGO. Почему? Потому что очень низкая комиссия. Если мы будем переводить, допустим, с Binance тот же USDT, там берется комиссия 35 долларов. Ethereum – то же самое. Вот, 35 долларов. ALGO, она такая самая оптимальная, принимается на CoinList, и давайте это и сделаем. Для этого мы переходим на Binance. В Binance у вас должен быть аккаунт. Вообще с любого аккаунта можно, но я показываю на примере Binance. Соответственно, что нам нужно? У вас, допустим, на Binance есть USDT. Соответственно, прежде чем нам… Начинаем с того, что мы покупаем ALGO токен. Идем на Trade, Classic и покупаем ALGO. Вот здесь справа у нас есть поиск. Набираем ALGO. К USDT. Нажимаем. И переходим вниз. Смотрим у нас. Смотрите, у нас доступно 298 USDT. Вот здесь написано. И мы покупаем на… Смотрите, есть несколько способов покупки. Limit, Market, Spot Limit. Те, кто в теме, они знают, как это делать. Те, кто новички, я пока не рекомендую вам этим заморачиваться. Поэтому покупайте по маркету. По маркету это просто покупка максимально быстрая. А Binance это очень хорошая высоколиквидная биржа. И здесь это происходит быстро и без каких-то… Ну, и достаточно выгодно. Не буду углубляться сейчас. Давайте купим… Давайте на все купим. Потому что нам нужно на самом деле пополнить наш кунлист примерно на 700 долларов минимум. Для того, чтобы сделать… Выполнить необходимую активность. Об этом чуть позже. Итак, мы покупаем давайте на максимум. Ну, у меня здесь просто 298 долларов. Я просто пример показываю. А в итоге надо будет на 700 долларов перевести. Итак, Buy Algo. Итак, у нас справа написано, что все куплено. Order History. Заходим. И у нас видно, что куплено. Все нормально. Всего у нас 389 токенов Algo куплено. Итак, дальше идем. Wallet, Fiat and Spot. То есть бумажные и биржевые активы. Дальше ищем у нас Algo. Вот он появился, видите. Вот 389 монет. И мы выводим. Withdraw. Выбираем. Заходим на наш кунлист. Нажимаем Algo. Еще раз. Кошелек. Algo. Вот у нас высветился Algo. И делаем депозит. То есть пополнить. Хорошо. Копируем адрес. Вставляем в адресную книгу Binance. У меня он просто уже есть. Вводим максимальное количество Algo. Вот. Соответственно, нажимаем вывести. У меня просто... Вот. И проверяем адрес обязательно. Первые три... Первые четыре буквы и символы. И последние четыре символа. UQBF. Это очень важно. UQBF. И последние четыре. ZNPI. ZNPI. Все. Адрес правильный. Все. Мы сюда выводим. Нажимаем продолжить. Сейчас будет финтушами. Мне надо очень быстро. Много кодов вводить в эти окошечки. У вас может быть меньше количества. Просто у меня высокая степень защиты. И поэтому я немножко в этом плане заморочился. Мне придет код на почту, на телефон и Google Аутентификатор. Итак, сейчас нужно действовать быстро. Секунду я подготовлю все вещи. И поехали. Сейчас буду все это добавлять. И жму подтвердить. Так, все. Все удачно. Теперь нужно ждать минут 30, когда придет средство. Пойдет средство. Можете посмотреть здесь сейчас в процессе вывод. И наблюдайте, когда будет одно подтверждение. И будет написано. Секундочку. И будет написано complete. Можете здесь посмотреть более подробно. Ждет подтверждение. Поэтому ждем. Друзья, итак, мы пополнили наш счет. Для наглядности я вам покажу счет с нулевым балансом. Мы сейчас будем прокачивать именно его из нуля. И вы увидите наглядно, как мы будем увеличивать нашу карму. Поэтому прошу внимательно посмотреть. И потом вы до той степени, чтобы вы смогли это повторить. Итак, смотрите. Мы пополнили наш кошелек. Итак, нулевой баланс. Идем в кошелек. И видим нашу алгу. Вот видите, 880. Переключаем. Вот внизу вы можете посмотреть транзакцию, которая пришла. Вот она пополнилась. Все хорошо. Замечательно. Поэтому, кстати, насчет комиссии сетей я не сказал. Вот эта комиссия. То есть, всего лишь одна тысячная алгу. Курс алга сейчас на рынке 80 центов. То есть, мы заплатили, ну, даже одного цента не заплатили за перевод 700 долларов. Поэтому я и предлагал вам именно делать это в алгу. Хотя можете в любой другой валюте. Итак, что мы в самом начале делаем. Заходим в главное меню. И немножко пробежимся по условиям кармы. Что мы вообще будем сегодня делать. Смотрите. С самого начала мы начнем при прокачке с трейдинга. Трейдинг у нас, если мы перемотаем вниз, это вот эта строчка. Вот он, трейлер. И здесь мы можем сделать только четыре активности. Вот эти. И поэтапно мы это сделаем. На самом деле, вот здесь уже написано условие, что нужно делать. И это повторим. Пятую активность мы сделать не сможем. Там нужно иметь 100 тысяч долларов и торговать на вне биржевых сделках. Поэтому пока это не нужно. За каждую активность мы получаем 100 кармы. Вот это мы сейчас будем делать и смотреть, как наша карма будет расти. Что еще важно? После трейдинга мы будем заниматься стейкингом. Стейкингом. Почему? Потому что если мы начнем с этого стейкинга, то нам торговать нечем будет. Поэтому мы сначала торгуем, потом уже стейкингом занимаемся. Дальше у нас еще проверим возможность лендера. Это тоже отдельно. Посмотрим, будем делать вместе со стейкингом. Другие активности мы пока сделать не можем. Пока непонятно как. И в итоге мы в принципе можем здесь зарабатывать 400 на трейдинге кармы. И на стейкинге мы можем заработать... То есть за каждую выполненную стейкинг мы получаем 200 кармы. То есть итого у нас получается 600. Если суммарно посмотреть, то 600. 600 плюс 400 равно 1000. То есть 1000 кармы мы действительно достаточно легко можем получить. Но для этого нужны средства. Сейчас мы этим будем заниматься. Есть еще отдельные способы прокачки. Это у нас так называемые постоянные. Это стейкинг и трейдинг. Стейкинг у нас будет получаться за счет того, что мы застейкаем. То есть условно, если мы застейкаем 5000 долларов в токенах... 60 кармы вернее. Вот 60 кармы еженедельно. То есть если вы от 5000 возьмете вот этот 1,2%, вот и получается наше 60 кармы. То есть каждую неделю вы еще плюс 60 можете получать. Вот как работает стейкинг. А трейдинг работает следующим образом. Это вам нужно каждую неделю торговать на 5000 долларов. Вернее, эквивалент 5000 долларов. То есть что-нибудь один раз купить на 5000 долларов или 5 раз по 1000 купить и продать. Это тоже может быть отдельно. Я раскрою, пока нам это не нужно. Это на будущее. Сейчас мы будем делать стейкинг и трейдинг. То есть вот это и вот это. Также посмотрим возможность лендер. Вот этот лендер, если мы это сделаем, у нас будет открыта возможность. Мы сделаем еще плюс 250 кармы. Итак, давайте начнем. Начнем с того, что наши переведенные деньги нам нужно конвертировать. Давайте перейдем в кошелек. Нам наши алга надо поменять на USDT. Как мы это делаем? Мы нажимаем Buy Sell. Дальше мы должны продать наши алга. Причем продать нам нужно к USDT. То есть здесь выбираем, у нас предлагает USDT. Хорошо, давайте USDT на доллары. То есть меняем максимальное количество алга на доллары. У нас получается 666. Да, магическое число, конечно. Делаем Preview Order. Он показывает нам, что возьмет комиссию 3 доллара. Да, будьте готовы, что придется платить комиссию. Нажимаем Confirm Order. То есть подтверждаем сделку. Почему мы 700 долларов именно запускаем для раскачивки аккаунта? Потому что где-то 600 с лишним долларов уйдет у нас на активности. И порядка 300 долларов уйдет на комиссию. Поэтому мы это делаем с запасом. Третья долларов – это небольшая, скажем так, потеря для возможности участвовать в токен-сейлах, где мы можем зарабатывать гораздо больше. Итак, переходим обратно в кошелек. Так, кошелек загрузился. Давайте перейдем еще раз в карму и на главную доску и посмотрим, что у нас изменилось. Будем периодически сюда переходить для того, чтобы посмотреть, как у нас будет меняться карма. Давайте еще раз зайдем внутрь кармы и посмотрим, что мы сейчас будем делать. Какие последовательности. Я сейчас в общем покажу, расскажу вернее, и это сделаем. Итак, смотрите, первое, что мы будем делать – это покупать и продавать внутри кабинета. Это мы частично сделали, когда алгу поменяли на USDT. Делать это надо на сайте, на мобильном приложении, это потом сделаем, ну, и iOS, либо Android. Дальше мы уйдем на биржу, их тоже надо поторговать, и конвертировать будем биткоин и WBitcoin. И так далее. То есть вот эти все активности мы сейчас сделаем и за них получим как раз-таки, то есть за 4 активности мы получим 4 звезды. Давайте перейдем в первую активность. Нам для этого нужно перейти в кошелек и купить биткоина. Биткоина нам нужно купить на 120 долларов. Почему 120 долларов? Потому что нам 100 долларов надо будет конвертировать. Давайте сначала купим на 120 долларов, и я расскажу, почему 120. Так, мы что делаем? Выбираем биткоин, нажимаем Buy Sell, покупаем биткоин и выбираем, за что мы покупаем биткоин. Биткоин покупаем за USD. Секунду, сейчас найдем. Вот, US$, видите, у нас 665 как раз-таки. Вот биткоин за USD. И пишем в долларах. 120. Итак, 120 долларов покупаем на 0,003 биткоина. Итак, еще раз. Buy. Покупаем биткоин за доллар. Понятно, да? Это очень важно, чтобы не путать вот эти кнопочки. И смысл этих кнопочек. Он должен быть именно таким. Итак, на 120 долларов такое количество биткоинов. Preview order. Платим 60 центов. Кстати, недорого. Очень даже неплохо. Confirm order. Ну, тут вопрос курса биткоина. По какому курсу он это делает? Видите, 39176 курс. Видите? Он по этому курсу обменивает и берет комиссию 60 центов. То есть, ну, да, может скакать курс в моменте, но, в принципе, ладно. Для нас это сейчас не так сильно принципиально. Итак, что делаем дальше? Мы переходим обратно в кошелек. Выбираем биткоин. И два-три раза обмениваем биткоин на W биткоин. При помощи вот этой кнопочки. Нажимаем mint. Вот этот обмен именно вот так происходит. Итак, выбираете биткоин, жмете максимальное количество наших биткоинов. Делаете ревью и submit, то есть подтверждаете. Все, успешно подтверждено. Нажимаете done. После этого обратно переходите в кошелек и производите обратную процедуру. С WBTC на биткоин. Вот, выбираете WBTC. Он у нас появился, видите, слева. Только уже обратную процедуру. Вот это нажимаете. То есть понятно, да? Появилось, видите, у нас WB. И нажимаете вот это значение. Нажимаем. То же самое. Обратно в биткоин. Максимальное количество. Просмотреть. Видите, 0,25% берется комиссия. Но что поделать. В принципе, небольшая комиссия. Submit. Подтверждаем. Удачно. Ну и здесь можно сразу нажимать View Wallet. Это будет быстрее переход производиться. Итак, смотрите. Мы сделали это один раз. Нам таких обменов надо сделать 2-3 раза. Потому что именно это нам дает карму. Давайте посмотрим на всякий случай, как наша карма изменилась или нет. После каждого раза. И проверим, через сколько раз нам дадут эти 100 баллов. Итак, открываем дэшборд. Было 120, стало 118. То есть у нас, видите, на комиссии часть уже ушла денег. Итак, видим, что карма 0. Соответственно, нам надо еще раз и сделать. Вот как раз онлайн мы узнаем, сколько раз нам надо произвести конвертации. В одну и в другую сторону. Давайте еще разочек. Bitcoin. Я просто делал по 3 раза. И поэтому вот сейчас для чистоты экспериментов я попробую сделать 2 раза. и посмотреть, что получится. Еще раз. Максимальное количество. То есть вот это количество. Review. 25 сотых процентов. Подтверждаем. Закрываем. Ну, или обратно в кошелек переходим. Лучше сразу в кошелек переходить. Дальше обратно переходим на WBTC. Redeem. Максимально. Review. Submit. View Wallet. Давайте сейчас посмотрим карму, как она изменилась. Дали нам 100 кармы или не дали. Чтобы нам лишнюю комиссию не платить. Так, 2 раза сделали. Посмотрим, что это как. Чуть-чуть, да, притормаживает, потому что я выхожу с другого устройства и с мобильного интернета. Это очень важно, чтобы еще из другого интернета заходить в личный кабинет. Чтобы не забанил вас CoinList. Так, и третий раз давайте сделаем. После третьего должно быть уже все хорошо. Wallet. Bitcoin. Выбираем. Mint. Максимальное количество. Review. Submit. View Wallet. Redim. Максимальное. Review. Submit. Отлично. Все сделали. Идем обратно в кошелек. И сейчас проверим нашу доску. Dashboard. Вот, для того, чтобы... Вот, смотрите, видите, у нас дали 100 карм. Итак, итог. Нам надо 3 раза сделать конвертацию туда-обратно, Bitcoin и WBTC. Все. Первая звездочка мы получили. Смотрите, как заходим в нашу карму. То есть, вот сюда нажимаем. Видите, да, у нас... Ну, видимо, вот эта шкала, если полностью заполнится, у нас будет высокая степень участия в токен-сейлах. Итак, приставим вниз и ищем звездочки. Вот, видите, у нас звездочка появилась. Вот она, первую звездочку мы завоевали. Отлично. Теперь следующую звездочку. Как мы делаем? Друзья, привет. Сейчас мы будем прокачивать нашу карму. Вторым способом – это торговать внутри кабинета CoinList на сайте. Смотрите, у нас сейчас 800 кармы. И это сейчас будет вшивка в старое видео. Вот, потому что до этого данный шаг был пропущен. И не обращайте внимания, что сейчас у нас карма 800, потом будет меньше. Это видео снято с самым последним, оно позже. Поэтому, что у нас за это время изменилось? Ну, во-первых, мы получили... Давайте посмотрим, что мы получили. У нас застрейкинг, там 200 кармы пришло. Давайте обратим внимание. Видите, у нас застрейкинг получилось. Пришло 200 очков. Вот он, видите, появилось. То есть до этого у нас не было. Мы застрейкали, а сейчас у нас пришла награда. Теперь, видите, у нас последняя звезда осталась по трейдингу. И она относится именно к трейдингу на приложении CoinList. Видите, BuySell on CoinList. Поэтому давайте сделаем, потому что на счету у нас есть средства. Идем на Wallet. И прямо в этом кошельке будем торговать. Итак, у нас есть 153 алгу. Нам этого, в принципе, будет достаточно для торговли. Потому что, смотрите, 153 алга – это 107 долларов. То есть нам, опять же, нужно 100-120 долларов. И на эту сумму купить-продать 4 раза. То есть 4 круга сделать. То есть продать алга, купить алга. Продать алга, купить. Продать, купить. Продать, купить. То есть 4 цикла полных. Давайте с вами это сделаем и проверим, как изменится карма. Нам должны дать 100 очков. Сейчас мы находимся в алга. Нажимаем на BuySell. Переходим во внутренний обмен. И здесь, опять же, будьте внимательны. Нам нужно выбрать Sell. То есть мы продаем алгу. Нажимаем Sell. Sell обменим, давайте, на USD. USD у нас такой самый ходовой доллар. Поэтому давайте его и выберем. Вот он USD. Отлично. Итак, мы Sell продаем алгрунт. Видите, на USD. Выбираем максимальное значение 150 алга. 3 алга. И жмем превью. Да, курс здесь невыгодный. Мы теряем на разнице в цене немножко. Но, опять же, мы это делаем ради кармы. 54 цента комиссия. И по курсу 70 центов у нас за алга. Confirm order. Отлично. Нажимаем View. Обратно в кошелек переходим. View your USD wallet. Находим. Вот он, USD. Он у нас сразу переключился. И таким же образом мы продаем наши USD на алгу. Просто любую пару выбирайте. Я вот выбрал эту пару. Давайте. Buy Sell. Тем более, алга мы заводили. Там низкая комиссия. Поэтому с этим токеном и давайте работать. Это логично. Давайте нажмем Buy. То есть купить алгу за доллары. Нажимаем максимум. Preview order. Проверяем. Confirm. Отлично. Это первый цикл. Дальше мы повторяем процесс еще три раза. То есть, опять же, вот у нас на алга. Жмем Buy Sell. Выбираем USD. На компьютере это будет гораздо удобнее, потому что интерфейс более понятный, чем здесь. Здесь, конечно, на планшете. Плохой вариант на планшете делать. Итак, продаем алгрунт к доллару максимальное количество. Подтверждаем. Идем опять в кошелек. Итак, покупаем алгрунт за USD максимальное количество. Preview. Два цикла мы сделали. Теперь еще осталось два раза. Подтверждаем. Итак, мы продали алгрунт, купили алгрунт, продали, купили. И еще два раза так же делаем. Buy Sell. Sell. За доллар. Продаем алгрунт к доллару максимальное количество. Preview order. Confirm. Еще раз переходим в алгрунт. Buy Sell. То есть, по сути, мы сейчас учимся пользоваться кабинетом. За это и получаем карму. Это такое стимулирование биржи пользоваться именно их услугами. Купить алгрунт максимально. Preview. Подтвердить. Проверяем. И у нас остался последний цикл. Нам надо продать алгрунт и купить его. Потом проверим наш карму. Buy Sell. Продали алгрунт. И покупаем последний цикл. И покупаем последний цикл. Подтверждаем ордер. И идем в личный кабинет. Заходим в дэшборд. Ну вот видите, у нас 900 кармы. Нам дали 100 очков. Мы сделали все правильно. Поэтому поздравляем. Идем в наше подробное описание. И смотрим, что мы получили все звезды. Вот. Все. Получили максимальное количество звезд. Так что, ребят. Вот так работает система. Так зарабатываем очки. Поэтому действуйте аккуратно. Следующее. Это у нас нужно открыть приложение CoinList. И сделать 4 транзакции. Покупки и продажи любых токенов. Давайте посмотрим, как это делается. Для этого скачиваем в приложение на свое устройство. И открываем свой аккаунт. Логин, пароль вводим. Вот он счет. Вот оно, наше средство. И здесь надо сделать 4 транзакции. То есть купить и продать. Давайте попробуем с тем же биткоином. Нажимаем Bitcoin. Кнопочку Buy Sell. Здесь мы, конечно, наверное, на комиссиях больше заплатим. Sell продать. Давайте продаем все. У меня почему-то плохое отображение на устройстве. Итак, мы продаем. Комиссия у нас 59 центов. Курс у нас, видите, какой? 38-800. По-моему, это не очень выгодно. Но в данном случае мы пренебрегаем. Нам нужно просто пока быстро прокачаться. Поэтому подтверждаем. Все, выполнено. Дальше мы биткоин покупаем. Так, обновляем. Да, продали. У нас в доллары пришли. Теперь мы биткоин покупаем. Опять же жмем Bitcoin. Биткоин. Buy Sell. Buy. Покупаем. Сколько у нас? Покупаем на те же 120 долларов. В данном случае у меня в приложении почему-то глюки. Видите, клавиатура очень большая. Поэтому я буду на всю сумму покупать и продавать. Да, я потеряю на комиссиях, на разнице в курсе. Но что поделать, что не сделаешь для подписчиков, чтобы сделать это в моменте сейчас. Итак, use max. Preview order. Смотрим, что покупаем биткоин по курсу 39 и комиссия 3 доллара. Делаем confirm order. Совершено. Итак, мы сделали две транзакции. То есть продали и купили. Давайте ради интереса посмотрим в нашу карму. Изменилась ли она. Так, ничего не изменилось. Поэтому давайте еще раз сделаем. Такой лист. Где у нас биткоин? Давайте обновим. Вот он, биткоин. Так, биткоин. Нам нужно продать. Sell. Максимум. Preview order. Покупали по 39 800, по-моему. А продаем по 38 800. Видите, 1000, 1000 долларов разница. Видите, очень большой спред, на самом деле. На этом, видите, мы достаточно сильно теряем. Поэтому вам достаточно это делать со 100 долларами. Не надо на большую сумму. Это очень важно. Видите, как влияет. Давайте confirm order. Да. Сделали еще транзакцию. И нам еще две штуки. Два раза осталось. Значит, купили биткоин, продали биткоин. И еще делаем. Давайте. Заходим в наш кабинет и смотрим, как у нас изменилась карма. Проверяем. Есть. Итак, у нас 200 кармы. Заходим. Проверяем наши звездочки. Как мы поняли, они драгоценные. Мы сколько там? 15, около 15 долларов потратили. Нет, даже меньше. Где-то 12 долларов потратили на вот эти вот обмены с биткоином. И то просто я один раз на большую сумму. То есть, делаем на 600 долларов. Так, давайте посмотрим. Итак, мы получили вторую звездочку. У нас осталось еще две звездочки. Опять же, пятую мы не сможем получить, потому что нужно 100 тысяч долларов. Что делаем для еще двух звездочек? Нам нужно сделать, торговать на USDT. USDT на Pro Trading. Для этого нам нужно, секундочку, идем в наш кошелек, выбираем биткоин. У нас нужно сделать перевод на Pro Trading. Значит, USDT, биткоин выбрали, и у нас есть, видите, Send to Pro. Нажимаем сюда. Send to Pro. Делаем максимум количества. Вот у нас количество биткоинов. И жмем Send. Все, у нас отправилось. Saksful. И нажимаем Go to CoinList Pro. Здесь мы нажимаем Login. То есть, опять же, заходим под нашим логином и паролем. По идее, мы сейчас должны автоматически это сделать, потому что мы уже в системе находимся. Давайте нажмем. Он предлагает, ну, это планшет. Нам нужно это сделать пока на сайте. Потом делаем то же самое в приложении. Смотрите, здесь мы сейчас будем торговать сразу же, вернее, сразу же покупать монеты, которые нам нужны для стейкинга. И вот эти операции, покупки, они и будут уже являться условием получения звезды по трейдингу. То есть, покупаем и конвертируем, и совершаем сделку. Поэтому нам нужно покупать правильные токены. Сейчас мы узнаем, какие и сколько нам нужно покупать. Давайте перейдем в личный кабинет. Нам нужно нажать на вот этот GoToConListCo. Переходим обратно на сайте. И определяем, какие монеты нам нужно покупать. Это уже стейкинг. И сразу давайте с вами запишем, сколько нам монет нужно. Здесь нам нужно перейти в Dashboard и выбрать стейкинг. Выбрать стейкинг. Нажимаем. Смотрите, чтобы получить звездочки, нам нужно купить токены, которые имеют... Смотрите, у нас здесь есть AutoStaked и просто AptoStaked. AutoStakeing это то, что мы можем автоматически, имея эти монеты, они попадают в стейкинг и дают нам прибыль. И их сразу же можно потратить, вывести или что-то сделать. А вот эти стейкинги, они на определенный срок, могут на месяц быть залочены, могут быть больше, там плюс-минус эти сроки. И они более ценные, и с них вот именно дается карма. Но здесь не все так просто, я вам сейчас объясню, в чем подвох. Итак, нам нужны монеты Ecstasy, Flow, Rose, Casper, C-As, C-S-P-A и все. Тут четыре монеты. Соответственно, мы их сейчас будем покупать на бирже. Но нам надо знать количество, сколько покупать. Нажимаем на Ecstasy, перешли, видите, на Ecstasy внизу, и надо нажать на Stake, чтобы узнать, сколько монет нам надо. Нажимаем Stake и видим, что нужно минимум 30 Ecstasy купить. Записываем это и сейчас будем покупать. 30 штук. Дальше у нас нужно Flow. Flow, также Stake. Нужно минимум 10 штук. Дальше нам нужно Rose, Stake, 1000 штук. Потом я объясню нюансы. Casper, Stake, 100. Отлично. Идем на биржу обратно. Переходим. Pro Trading. Вот эта вкладочка. И начинаем покупать эти токены. Кстати, мы купим вот эти четыре токена и сразу же посмотрим, что у нас получилось. получили мы карму допустим за трейдинг или нет. Так, чтобы найти нужный токен, нам нужно найти его вот здесь. Нажимаем и вбиваем Ecstasy. На компьютере это будет удобнее, конечно. Ecstasy. Ищем Ecstasy. QSD. Видите, Ecstasy к USD только торгуется. Поэтому нам нужно сначала биткоины продать наши. У нас же все в биткоинах. Поэтому выбираем биткоины. QSD. То есть выбираем именно вот эту пару. Это важно. Биткоин к USD. И вот здесь, кстати, выгодно продавать. Здесь курс, видите, уже рыночный. Видите, это 3100. И по нему мы будем продавать. Значит, продаем по рынку. Опять же, здесь есть лимитные, стопы и так далее. Для опытных можно использовать. Для начинающих просто по умолчанию или нажмите Market. Это будет достаточно. Это быстрая продажа. Дальше мы жмем Maximum Sell. Вот сюда нажимаем. У нас все выделилось. Показывается, по какому курсу. кнопочки Sell у меня я не вижу. О, здесь можно вертикальную. Так, нажимаем Trade. Делаем максимальную продажу и продаем. Нажимаем кнопочку продать. Sell Bitcoin. Смотрим, сколько биткоинов продаем и видите, у нас комиссия 2 доллара 89 центов. Продаем. Есть. продали. дальше мы выбираем наш пар Tezos. Ищем Ecstasy. Вот он. Ecstasy и USD. Сам внизу. Отлично. Trade. И покупаем 30 штук. Нам нужно 30. Покупаем 30 Ecstasy. 30 штук. Да. На 92 доллара. Комиссия 3 доллара. Вот она комиссия сюда и уходит. Buy Ecstasy. Комиссия 42 цента. Это нормально. Buy. Купили. Дальше покупаем Flow. Также нажимаем в поиске. Ищем Flow. Flow USD. Нажимаем Нажимаем Flow Нам нужно 10 штучек. 10. На 30 на 58 долларов. Комиссия 5 долларов. Да, не кислой комиссии. Скажу вам. Buy Flow. Подтверждаем. 27 центов комиссия. Покупаем. Дальше Rose. Rose. Trade. И покупаем 1000 штук. Также пишем 1000. на 240 долларов. Но комиссия 24 цента. Нормально. Немножко покупаем. И выбираем Casper. CSPR. CSPR. Вот CSPR. Trade. Casper 100 штук. Получается у нас 24 доллара. На 24 доллара. Комиссия тоже небольшая. Покупаем. И сразу я вам скажу, что нужно купить. Это Phil. Это нам для лендера нужно будет. Видите Phil USD. Нам надо его купить на 5 штучек. Это нам может сейчас понадобиться. как раз лендер, который возможно сейчас открыт, а может быть и нет. Так. А, все. На 95 долларов. Это вот чуть ниже. стоимость на рынке одного токена 18 долларов. Buy Phil. 43 центра. Комиссия ерунда. Покупили 5 Phil. Дальше что нужно? Перейти вниз. Найти эти активы. Видите, они внизу отображаются. то, что мы сделали. Итак, наши активы мы выводим с биржи вот отсюда. Вот они наши активы. И мы их выводим вот он withdraw. Выводим обратно на coinlist.co. То есть выводим с биржи. Это важно сделать. Итак, CRISPR withdraw нажимаем. Он предлагает CRISPR 100 штук доступно. Нажимаем максимум. Максимум 100 штук и нажимаем вывести на coinlist.co. Ждем. Итак, вывод совершен. Вот внизу у нас в принципе все пишется подтверждение. Дальше мы идем обратно back to trading и тоже самое делаем с остальными активами. Отлично. Тогда мы возвращаемся обратно в coinlist wallet и проверяем наши активы. Итак, 1000 ROS, 5 FILL, TESUS, 30 Flow и CRISPR. Все как надо. Давайте посмотрим, что наш трейдинг нам дал. Зайдем на дэшборд. Вот, видите, у нас появилось еще плюс 100 кармы. Мы поторговали. Итак, мы значит на кошелек получили наши токены и теперь идем на стейкинг. Вот сюда. И начинаем стейкать наши монеты. стейкинг. И сейчас я опишу, какие есть нюансы при стейкинге. Итак, давайте с тезиса начнем. XTZ нажимаем, переходим вниз, нажимаем стейк. И тут пишется, что мы сейчас их пустим в стейкинг, но они начнут работать только 11 марта. Это нужно учитывать. И именно 11 марта нам дадут 200 кармы за вот эту активность. Это нужно учитывать. Обращайте на это внимание. Итак, мы вводим максимальное количество. Нажимаем вот эту максимум и у нас заполняется 30 тезисов. Ну, собственно, как они и требуют, как и нужно. То есть минимальное количество рекомендую это делать. Нажимаем стейк. отлично. Успешно. Теперь переходим к следующему токену. Следующий токен у нас Flow. Нажимаем на Flow, стейк. И он у нас застейкается только 1 апреля. Но мы должны уже заранее сделать, чтобы у нас начало работать. Нажимаем максимум. 10 Flow, стейк. Выход. И то же самое повторяем с другими токенами. Rose, стейк, максимум, стейк. 25 марта видели, там было написано. То есть уже вообще в конце марта будет готово. Это было Rose и у нас осталось CRISPR. Переходим стейк. 6 апреля будет стейкинг. Опять же проверяем максимальное количество 100 стейк. Выйти. Итак, смотрите, мы это все сделали. Теперь переходим к этим же токенам. XTZ, например. Видите, перешли вниз и мы видим, что мы послали 30. Пендинг это отослали, послали. Сейчас я посмотрю, у нас есть переводчик в браузере. В общем, мы отправили 30 штук, которые 11 марта начнут работать и принесут нам наши 200 карма. видите, это история, когда мы пустили в стейкинг. Все, мы это сделали, дальше мы идем в в лендинг. Вот, в лендинг и посмотрим, можно ли фил застейкать. Если можно, мы сразу получим 250 карма. Итак, у нас здесь написано Enroll. Давайте нажмем и посмотрим, что здесь. Так, открыто. Смотрите, Land, Fill, Start, Earning. Смотрите, эта возможность не всегда открывается. Ее надо отлавливать. Я, может быть, в телеграм-канале буду выкидывать периодически эти вещи, но сейчас можно это сделать. Здесь условия стейкинга, но нам это не так принципиально, потому что нам главное карму получить, если так вот по-честному. Поэтому нажимаем Land Fill и регистрируем то же самое, что мы не из запрещенных стран Get Started. Подтверждайте, что это вы с вашего аккаунта. Резиденцию выбирать Российская Федерация. Russian Federation. Я соглашаюсь с... Ну, подтверждаю, что я честно указал свою резиденцию. Теперь нужно подписать Sign. Так, я соглашаюсь с условиями, я прочитал условия и жмем дальше. Соглашаемся с условиями. Все. Вы успешно зарегистрировались на Fill Лендинге. Дальше он просит укажите, сколько филов вы хотите застейкать, скажем так, отдать под управлением. Так, открываем. Вот он наш фил, Send Maximum, указываем Send Maximum, и Review под 9% годовых на 180 дней. То есть, на 180 дней у вас замораживаются вот эти монеты. Это тоже нужно понимать. То есть, вы не можете их вытащить полгода. Confirm Low. Все. Все. Fill Loan Credit Saxe Все хорошо. Смотрим кошелек Fill. У нас сейчас карман 250 баллов должно дать уже даже за вот эту активность. Так, смотрим. Так, ну вот у нас Лендинг Ревордс. Все, мы все сделали. Это хорошо. Давайте посмотрим карму вообще что у нас произошло. Что мы получили. Dashball. Итак, у нас 550. То есть, у нас было 300 и плюс 250 мы за лендинг получили. Давайте зайдем в нашу карму и посмотрим что у нас получается. Отлично. Да, лендер у нас получился. Это Fill и 250 карму. Это нужно сейчас сделать. Итак, мы сегодня совершили активность получили 250 баллов за токен Fill и получили получили три звезды за трейдинг. то есть получается 300 300 плюс 250 это 550 и мы застейкали 4 монеты и за них у нас придет в период стейкинга по 200 баллов каждый. То есть ну 600 баллов у нас еще должно прийти. на сегодня все. Спасибо за внимание. Значит под можете в телеграм канале следить за новостями. Там я могу выкладывать дополнительный материал как раз таки по набору баллов. Может быть изменились какие-то правила получения этой кармы. Либо появляются какие-то новые активности, которые могут вам дать и дополнительно заработать. Поэтому всем пока. На этом я заканчиваю.